Небольшая реклама. Перед началом этого видеоролика я хотел вам посоветовать самого лучшего скупчика каналов Максима Назаренко. У Максима есть свой личный паблик ВКонтакте под названием ADVWork. Благодаря этому паблику вы можете зарабатывать реальные деньги без каких-либо вложений. Работа заключается в том, что вы просто должны находить каналы для продажи и получать за это проценты. Если вы школьник, либо же студент, то работа для вас самое то. И, кстати, я вам даю честное слово, что в этой группе вас никто не обманет. Всё проходит честно и без каких-либо обманов. А если вы решили всё-таки начать зарабатывать, то ссылка на паблик будет в описании под этим видеороликом. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Наверняка в последнее время в моих видеороликах вы смогли заметить, что я вступил в ГИБДД. И в этом видеоролике мы будем наводить суету на сервере. Будем выписывать всем штрафы, будем проверять документы и будем ловить отморозков. Ну а перед тем, как выходить на патруль, я обязательно должен взять себе бронежилет. Всё, я взял себе бронежилет, теперь спокойно можно выходить на патруль. Перед тем, как выходить на патруль, давайте я поставлю себе дальность прорисовки на среднюю, чтобы при погоне я не потерял преступника. Такс, давайте возьмём приору. Всё, ребята, теперь давайте поедем наводить суету в городе. Я, походу, ребята, нашёл первый отморозок. Он сейчас, ребята, у меня едет сзади на чёрной приоре. Вон он, ребята, вон там едет. Но давайте, ребята, мы не будем на него обращаться. Точнее, обращать внимание. И сейчас, ребята, мы поедем в Арзамаск, где там пост КПП. И там уже начинаются, ребята, самые интересные. Как же меня, ребята, вот этот вот пацан на чёрной приоре задолбал. Так, давайте, ребята, наверное, подождём. Так, давайте, ребята, мы его вот так... Блин, ребята, вот чё он творит, ребята? Давайте, ребята, выйдем, возьмём пистолет и начнём в него стрелять. Так, не так. Я, кстати, ребята, забыл этот вот управление на строй. Давайте, ребята, стреляем. Так, у него, ребята, тоже есть оружие. Давайте стреляем. Я, походу, ребята, сейчас не попаду. Давайте лучше, ребята, сядем в машину и дальше уедем. Походу, ребята, тот челик наконец-таки отвязался, теперь со спокойной душой можно работать. Заступаемся на пост и идём делать своё дело. Давайте попробуем остановить вот этот вот Мерседес и попробуем проверить у него документы. Тут какой-то челик уже, наверное, 5 минут ходит по дороге и не знаю, что он вообще делает. Не только такое ты увидишь на Блэк Раше. И, кстати, я забыл вам напомнить, что на Блэк Раше существует мой промокод по названию Lumberto, который даст вам немалые такие бонусы для хорошего старта, так что, ребята, обязательно вводите. И, кстати, ребята, я сделал вот такие вот быстрые отугровки, это у нас приветствие КПК и наручники. А остальные отугровки, ребята, я заполню как-нибудь потом. О, посмотрите, ребята, там кто-то едет, и давайте, ребята, вот здесь вот прям попробуем остановить. Давайте, ребята, вот так жезлом мы ему покажем, чтобы он остановился к обочине. Давайте вот так вот так покажем. О, ребят, смотрите, неужели остановился так, тут кто-то нам мешает, но не в этом суть, ребят. Здравия желаю, старший сержант полиции ГИБДД Ламберто Фобс. Прошу показать документы, идёт проверка. Вот он мне показал свои документы, тут, в принципе, всё нормально. Хорошо, можете ехать. Вот побольше бы на Блэк Раше таких игроков, которые просто останавливаются, показывают документы и уезжают. Но, жаль, ребята, таких игроков на Блэк Раше очень мало. Здрасте. Что вы делаете? Проверяю документы. Молодец, так держать. И вот такие игроки у нас тоже встречаются на Блэк Раше. Я уже задолбался стоять на КПП, давайте лучше, ребята, откроем бортовой компьютер и будем ловить отморозков. Вот так у нас выглядит бортовой компьютер. Заходим в раздел список дел и тут у нас много игроков, которые находятся в розыске. Я вот только что поставил метку на преступника, но почему-то метка у меня, ребята, вообще не появилась. Смотрите, на карте появилась какая-то жёлтая зона, и это, походу, ребята, зона, где находится наш преступник. Ну, давайте, ребята, тогда мы поехали за этим преступником. Смотрите, там в воде кто-то плавает, это, походу, есть наш преступник. Это у нас, ребята, преступник, который находится в федеральном розыске. Тогда давайте мы будем попробовать, ребята, в него пострелять и попробуем его хоть как-то убить. Лучшее решение это у нас было спрыгнуть в воду, давайте, ребята, мы попробуем к нему немного подплыть и посмотрим, какой у него там никнейм. А может быть, это может вообще, ребята, это не тот игрок. Это у нас вообще какой-то Рустам Абдуллаев, а нашего преступника вообще зовут Виктор. Я, конечно, отчасти тупанул, но это не так уж и страшно. Видимо, ребята, у меня бортовой компьютер какой-то баган, или я вообще, ребята, не шарю, потому что, ребята, у меня вообще на карте не показываются преступники. Раз уж наш бортовой компьютер нормально не функционирует, и теперь, ребята, мне придется ехать заново на пост КПП и там снимать нормальный контент. И сейчас вы, наверное, спросите, что я сделал. А я сделал, ребята, контент. На самом-то деле, я собираюсь устраивать погоню. Вот вы, ребята, видите, я со мной сейчас еду вот такая вот жигули, ребята, и сейчас, ребята, я собираюсь за ним гоняться, потому что вы, наверняка, смогли заметить, что вначале он сюда подъехал и начал нас оскорблять. Я ему, ребята, в итоге выдал один уровень розыска, и сейчас, ребята, я собираюсь за ним в погоню. Вот, ребята, как раз мой сотрудник за ним бежит, и я, ребята, за ним уже иду гоняться. Ну, конечно, ребята, я сейчас еду по встречке, это, конечно, неправильно с моей стороны, но, ребята, все-таки придется за ним гоняться. Ну, только ради вас, ребята, ради контента. О, смотрите, пацаны, я, походу, смог его остановить. А, нет, ребята, так, почему мне, ребята, мешают так? Нет, ребята, он все-таки уехал. Так, сейчас, смотрите, куда он едет. Он сейчас, ребята, едет в сторону Арзамаса. Давайте, ребята, все-таки будем за ним гоняться. Я должен его остановить и потом его приубить, ну, точнее, прикончить. У него, ребята, один уровень розыска. Я его, ребята, либо же убью, либо же парализирую, точнее, либо же отрублю, точнее, ну, как сказать, вырублю его нашей дубинкой. И потом, ребята, я его завяжу. Ну, если, конечно, его сейчас догоню. Ну, кстати, ребята, извиняюсь за то, что я так часто запинулась, потому что я все записываю с первого кадра, ребят. И это уже ясно, что я буду запинываться. Так, ребят, почему, ребята, какая-то жугли едет быстрее, чем моя приора? Я не могу понять, ребята. И, кстати, ребята, он отлично едет. Так, давайте, ребят... А, куда он заехал, ребят? Смотрите, куда он заехал. А, все, ребят, понял. Смотрите, ребят, как он едет. Просто хасанаторская машина, смотрите. Чисто хасанит по городу. Походу, ребята, смотрите, подрезаем, подрезаем, ребят, подрезаем, подрезаем. Так, нет, ребят, я не смог, ребята, его подрезать. Он, ребята, набирает и набирает скорости, чем эта приора. Эта приора, ребята, у нас едет, походу, максимум, ну, там, 120-130, может быть. А вот эта жугли едет намного раз, ребята, больше. Смотрите, ребят. Моя машина максимум уже едет 140. И 145, и 150, походу, ребят. А, нет, 155, это у нас уже лимит, скорее всего. Да, 160, ребята, это у нас лимит. Так, всё, ребят, вот он у нас, ребята, вот тут вот остановился Смотрите Едем дальше, нам надо, ребята, его Самое главное остановить Как раз, ребята, его машина сейчас дымится Если я его машину сломаю, слезу Точнее, слезу и его убью хотя бы То я, ребята, успею Я успею, ребят Или же могу, когда он, если его машина, ребята, сгорит Он же 100% будет вылазить из неё Чтоб починить Вот тогда я его, ребята, вырублю дубинкой И потом, ребята, повяжу и отвяжу Ой, точнее, отвезу в КПЗ Вот, ребят, но, ребята, самое главное, надо его догнать Но, ребята, у меня почему-то это не получается Потому что его машина, ребята, едет Это намного раз быстрее, чем моя приора Смотрите, ребята, как он меня разносит Походу всё, ребят, походу ГГ Да, ребят, ГГ, он уехал Сейчас он уедет и пока Наша приора, ребят, наберёт скорость Он уже будет, наверное, слишком далеко Ребят, так что, ребята, мы не успеем Точнее, уже не успели В принципе, ребята, наш видеоролик подошёл к концу Если вам этот видеоролик понравился, ребята То обязательно поставьте лайк на это видео И подписывайтесь на мой канал с колокольчиком Если я, ребята, увижу большую активность Под этим видеороликом То я сниму вторую часть Будни ГИБДД Ну а с вами был Ламберт Ребят, всем удачи И до скорых встреч Увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok